Еще раз добрый вечер. Сегодняшняя наша лекция из жизни растений посвящена водным растениям. В основном я буду говорить о цветковых растениях, которые перешли к водному образу жизни. Также, конечно, есть и другие растения, которые живут в воде или у воды. И вот самое интересное в этом явлении водных растений то, что все высшие растения, все, которые мы видим вокруг нас на Земле, произошли когда-то от водных предков. Ученые предполагают, что от зеленых водорослей. И первые растения, выбравшиеся на сушу, жили именно у береговой линии, в очень влажных местах. Но главное, чего они достигли по сравнению с водорослями, они смогли возвышаться над землей благодаря возникновению в их тканях сосудов, укрепленных стеблей. Потом уже развились у них и листья и так далее. Так вот, то есть растения изначально вышли из воды, высшие растения именно. Но потом в истории эволюции многие группы растений повторно возвращались к образу жизни в погруженном или полупогруженном состоянии. Дело в том, что если есть какая-то экологическая ниша в природе, ее обязательно разным организмам нужно занять. Так сделали и растения, которые стали водными. То есть все водяные растения, которые мы видим в наших реках, озерах, трудах, они когда-то, ну не они, а их предки когда-то были сухопутными. То есть они вернулись в воду вторично. Вот это главное, что следует запомнить. Вот на этой картинке показана такая ярусность водной растительности. Примерно как рисуют, когда строение леса, что есть верхний ярус, нижний ярус там с кустами или подростом из молодых деревьев, под лесок, где уже травянистые растения. И совсем почвопокровные растения, низкие травы или там хи, например. Примерно такая же ярусность наблюдается и у водных растений. Много растений есть, которые любят большую, ну очень влажную среду. Жить могут только по берегам водоемов и только там встречаются. Но полностью водными они при этом не являются. То есть им нужно обязательно, вот как вот этот изображен здесь ирис касатик болотный. Он во многих водоемах наших растет, в Москве и в области его можно встретить, что он растет всегда именно по берегам, но не может жить полностью под водой. И вот так постепенно спускаясь в глубину, можно увидеть потом уже полностью водные растения, которые на суше жить совсем не могут. И вот эти растения, помимо того, что они просто живут и растут в воде, играют очень важную роль в эволюции, в развитии водоема каждого. Например, так образуется и благодаря растениям именно этим из озер болота. Вот здесь такая схема изображена. То есть вот это все за тысячи лет происходит. Вот первая картинка, что озеро было 9 тысяч лет до нашей эры, написано примерно больше 10 тысяч лет назад. За несколько тысяч лет оно совсем затянулось, покрылось торфяными отложениями и в итоге может зарасти лесом. Что когда идешь по этому лесу, даже и не заподозришь, что идешь по бывшему водоему. И все это происходит именно благодаря тому, что растения своей биомассой просто буквально забивают водоем. И в этом плане они оказывают очень сильный такой фактор эволюционный. Вот здесь примерно то же самое изображено, что вот здесь пруд, который, ну это искусственно выкопанный человеком пруд, и ему буквально несколько лет. Пока еще водная гладь открытая. Здесь изображено уже старое озеро, давно этот водоем существует. И здесь уже мы видим всяческую зелень, которая от берегов постепенно продвигается вглубь, вглубь. И в итоге такое озеро может зарасти вот так, превратившись в такое болото. Все это происходит именно благодаря растениям. Вот так можно на этой картинке разглядеть водоем в разрезе, что получается как подводный лес такой создают эти все подводные растения. И, конечно, создают места обитания для многих животных, включая и разных рыб, беспозвоночных водяных, насекомых, амфибий. Ну и, конечно, разных птиц. Очень много водоплавающих птиц гнездятся именно в тех водоемах, где есть густые заросли водной или околоводной растительности. Часто даже птицы гнездятся далеко от берега, но где есть почки, покрытые растениями, чтобы их гнезда были недоступны для хищников. Вот такое полуводное растение, которое растет, ну его корневище всегда стелится по дну водоема, в Илу, под водой. Но его длинные стебли вырастают всегда над водой, торчат. То есть это такое амфибийное растение, которое живет не полностью погруженным под водой, а именно наполовину. Это растение называется озерный камыш. Вот такое заблуждение существует, что часто камышом люди называют вот это растение, которое называется рогоз. Правильно, у камыша нет таких колосков с пушистыми семенами. Это растение называется именно рогоз. И рогоз, скажем так, немножко более сухопутный. Он ближе к берегу, на меньшей глубине способен расти, но всегда растет тоже прямо у воды или у берега под водой. Его корневища находятся, но камыш заходит в воду дальше. Иногда камышом обзывают и вот это растение, это уже злак. Если рогоз, это семейство рогозовые, близкий родственник, кстати, злаков, тростник – это уже злак. А камыш относится к семейству осоковых. Вот такие заросли тростника, их много видов тростников, которые у нас здесь живут не очень высокие, но где-нибудь на юге нашей страны, например, вот в устье Волги, в Астраханской области, там тростник может вырастать, если у нас он вырастает метра над землей, то там он может больше шести метров возвышаться в высоту. И эти заросли тростника используют множество животных именно для своего обитания. В том числе и крупные звери протактывают в них тропинки, со стороны ничего не видно. А если взглянуть на заросли тростника сверху, там будет как зеленый лабиринт из разных дорожек и тропинок, и кто только там не живет. Вот это растение знаменитое, это уже не наше местное, это тропическое растение, тоже семейство осоковых. Это знаменитый папирус, из которого древние египтяне делали такое подобие бумаги, на которую наносили разные письмена и рисунки. Вот здесь древний папирус изображен египетски, как пример, сердцевина вот этих стеблей у папируса очень такая пористая и при этом волокнистая. И вот изготавливали этот папирус так, срезали зеленую оболочку с кутикулой твердой, а вот эту сердцевину, такие длинные получались шнурочки, их переплетали между собой, потом раскатывали. Ну и получалась такая, как вот плетеная такая, плетеный коврик. Ну и вот там сложная технология, там как-то вымачивали, раскатывали под прессом, держали, сушили. В несколько этапов это все происходило. Но суть в том, что вот эти папирусы состоят из переплетенных сердцевин вот этих стеблей этого растения. Вот такое есть у нас полуводное растение, оно именно по берегам растет, называется белокрыльник, это краснокнижное растение, но кое-где даже в Москве его можно встретить. Я, например, его видел вот прошлым летом в Серебряном Бару. Там вообще с водной растительностью меня порадовала ситуация, я там видел кое-какие водные растения, которые больше нигде в Москве не встречал. Вот, это растение интересно тем, что оно представляет собой реликт. Реликтами называют такие растения животные, которые дошли до нас с древних времен. Вообще, это его ближайшие родственники, все являются субтропическими или тропическими. До ледниковых периодов, миллионы лет назад, у нас здесь был довольно мягкий климат, похож на субтропический. Но потом похолодание настало, стали сменять друг друга потепление и ледниковые периоды, и тропические растения в наших краях исчезли. А вот этот ледник сумел не отступить на юг, а как-то приспособиться к местным условиям, к вот этим похолоданиям. Выработал механизмы для зимовки. У него такие с толстой корой корневища запасают питательные вещества. Листья все отмирают на зиму, а корневища подо льдом, под снегом зимуют. И весной растение просыпается. В общем, это растение не ушло от нас на юг, а приспособилось к изменению климата. И стало вот таким реликтом, что оно не свойственно нашей местной флоре, именно потому, что оно выглядит у нас как выходец из тропиков просто. И, кроме того, благодаря рекам, например, направляющимся с севера на юг или с юга на север, и растения, и животные южные проникают в более северные регионы, чем они живут обычно. Конечно, северные по рекам проникают южнее своих ареалов, то есть реки служат такими как бы магистралями распространения видов. Это касается не только растений, но и животных в том числе. Вот так выглядит близко соцветие белокрыльника, как у всех ароидных. Яркие представители этих ароидных – это цветы каллы, которые продаются для букетов, или есть с красным таким покрывалом антуриумы, которые практически в каждом цветочном магазине продаются. Что характерно, черта ароидных – это вот такой початок и покрывалы, которые бывают ярко окрашены. Другое растение, перешедшее к водному образу жизни – это водяной лютик. У нас в лесу много растет разных видов лютиков. Это именно такие типично сухопутные растения. Многие из них ядовитые, но их есть нельзя. В общем, у них в тканях содержатся всякие ядовитые вещества. А вот водяной лютик почему-то не ядовитый. И на нем можно проследить такое интересное явление, которое развито у многих водных растений в связи с тем, что ему приходится жить в разных средах обитания. То есть сначала растение может вырастать на глубине водоема, потом вырастать, делаться повыше, достигать поверхности и потом даже над поверхностью. И возникло такое явление, которое называется гетерофилия. Это можно перевести как разнолистность. То есть вот тут лютик растет на берегу. У него вот такие вот кругленькие лапчатые листья. Но когда он живет в воде, это же растение, он формирует совершенно другие листья. Вот здесь они видны. Они становятся такими тонкими, берестыми, как типичные такие листья для водных растений. Вот здесь виден один листик нормальный у него, сухопутный, потому что он над водой вырос. А эти все листья уже подводные. Вот это яркий пример гетерофилии. Самое такое часто вспоминаемое при термине гетерофилии у водных растений растение – это стрелолист. Тоже у нас в Москве его много где можно встретить. Такое красивое растение с такими стрелочными листьями. Но у него образуются аж три вида листьев. Когда растение молодое, вот тут на ботанической иллюстрации видно, у него подводные такие линиенные листья, плоские, как ленточки. Вот они здесь на большом кусте видны. Потом, когда куст подрастает, возникают плавающие листья, примерно похожие на листья кувшинок. Ну и дальше возникают уже надводные листья. Интересно, что в связи с переходом к водному образу жизни у растений, в первую очередь цветковых, которые вернулись в воде, очень сильно изменилось строение. Во-первых, все листья наземных растений покрыты утикулой, таким воскоподобным веществом, которое препятствует высыханию листа. В общем, предохраняет его от всяких неблагоприятных условий среды, но в первую очередь именно от потери влаги. Во-вторых, в листьях находится устица, которая кутикулой, получается, не дышит. А устица – это маленькие щелки из двух клеток, которые могут открываться, закрываться, запуская внутрь листа в воздух вместе с влагой. И так происходит газообмен листа с окружающей средой, испарение лишней влаги происходит. В общем, устица такие существуют у всех листьев. А вот у водных растений, у подводных листьев, вот, например, стрелолиста, кутикулы на листьях нет, потому что она под водой не нужна. Им лучше, наоборот, не закрывать лист, чтобы вода вместе с питательными веществами даже могла контактировать с листьями. Устиц у подводных листьев тоже нет, потому что они там не нужны. А вот у плавающих листьев устица и кутикулы есть только на верхней стороне листа. А у листьев надводных уже лист устроен типичным для наземных растений образом. То есть они полностью покрыты кутикулой, и сверху из них у листа есть кустица. Вот такое вот интересное явление. Вот тут на фотографии плавающий лист стрелолиста, ну, который надводный мы видели вот на этой фотографии. Вот такие у них листья вырастают. Чем-то действительно напоминают листья кувшинок. Другие растения, которые можно часто встретить в наших водоемах, это тоже такой отдельный семейство рдесты. Семейство рдестовых, ну, на любом пруду они встречаются, где есть водная растительность. У них тоже бывает гетерофилии. Вот этот рдест с подводными листьями, вот они видны. Это его вот колосок, початочек такой торчит, уже созревают там семена. А это он тот же самый рдест, вот он цветет вот такими цветочками беленькими. И вот это его плавающие листья. Надводных листьев они не образуют, но вот такие вот плавающие, которые тоже сверху покрыты кутикулой, снизу они уже как подводные листья. Вот такая тоже гетерофилия. Гетерофилия, то есть это вот самая разнолистность, свойственная и кувшинкам тоже. Семейство кувшинок это нимфейные, их там много разных видов. И вот на этой фотографии очень хорошо видно вот эти вот такие рваные листья на дне лежащие. Это первые листья, которые вырастают у кувшинок из близких родственников кубышек под водой, подводные листья. Потом, когда растение входит в силу, скажем так, оно выбрасывает листья на длинных черешках, которые достигают поверхности и уже становятся плавающими листьями. Вот такие вот листья образуют кувшинки. И получается, что один куст кувшинки может закрыть большую довольно площадь водоема своими листьями и свет не пропускать вниз для других растений. Поэтому под ними, как правило, нет других растений, они их вытесняют, оттеняют. Вот очень хорошо видно на знаменитой амазонской кувшинке, которая называется Виктория Регина, то есть королева Виктория, ее название переводится в честь которой, назвали английские натуралисты, открывшие ее в Амазонке. Ну, еще в 19 веке это было. Вот тут видно, что корневище у этой кувшинки занимает небольшую площадь, вот оно под дном там у него корни, и на длинных черешках растение раскидывает свои листья на много метров вокруг себя. Эти листья вырастают такими огромными, что могут выдержать вес ребенка даже лет 4-5, например. Снизу, если перевернуть этот лист, у него такая мощная сеть жилок, которые как ребра такие плоские устроены, очень похожи на шпанголты корабля, ну, то есть такую несущую конструкцию или, например, какого-нибудь локатора тоже, такие укрепляющие элементы. Вот это все придает жесткость этому листу и прочность. Благодаря этому он и выдерживает ребенка, и кроме того, в этих больших черешках скапливаются пузырьки воздуха, и они держат лист на плаву. Вот такие вот они огромные бывают, буквально больше двух метров в диаметре эти листья, и возможно, что вот все листья, которые мы сейчас в кадре видим, они относятся к одному растению, то есть из одного корневища растут, как мы видели вот на этом кадре. Вот такое с плавающими листьями интересное растение, я как раз вот этим летом встретил его в Серебряном Бару, до этого я его встречал где-нибудь поюжнее, ну, например, я его видел в Днепре, в низовьях Волги, это растение называется чилин или водяной орех. Ну, их тоже не один вид существует, они по-разному могут выглядеть. У него тоже развита такая гетерофилия, вот это его подводный стебель, на конце которого вырастает вот эта красивая розетка листьев плавающих. И вот там видны подводные листья, которые как торышки, такие перистые, совершенно не похожи на эти плавающие листья. Вот так он цветет, и у многих видов чилина даже есть вот такие утолщения в черешках листьев, как поплавки, которые поддерживают всю эту розетку листьев, на плаву не дают ей утонуть. Вот если взять эту розетку листьев, когда уже растение отцвело, у него начинают созревать плоды, вот там видны вот такие вот орехи образуются. Это они еще зеленые, вот спелые орехи на руке у человека лежат, вот такой орех разрезан, их еще часто называют рогатый орех или там чертики водяные. Вот эти орехи съедобные, их можно есть. И вот в южных районах даже нашей страны люди про это знают, и бывает их собирают, и едят орехи богатых крахмалом, ну и в принципе похожи по вкусу на орехи. Вот такие они рогатые, смешные, это все устройство работает как якорь, когда орех созревает, он отрывается от материнского растения, его течением в реке уносят. Они, как правило, именно в водоемах не стоячих растут, а именно в медленно текущих реках. Этот орех несет, он своим рогом где-нибудь у дна может засыпиться, и из него начинает прорастать растение. Вот тут виден уже большой вырос росток, а это остатки скорлупы этого ореха, оно очень твердое. И вот такой стебель у этого челима может на полтора, два или даже больше метра вырасти, а на конце его вырастает вот эта розетка листьев с цветами и плодами. Я уже сказал, что у многих растений подводные листья перистой формы, чтобы пропускать свет от солнца к листьям своего же растения, которые находятся ниже, то есть глубже. Некоторые растения выработали вот такой механизм, что вот это растение семейства Афанагипоновых, в Африке оно живет, это растение знают хорошо аквариумисты. Кстати, многие водные растения, ну именно тропические в основном, можно часто встретить именно в аквариумах у любителей аквариумистики. Их выращивают со всех концов света сейчас есть у нас в аквариумах растения, когда их люди сажают к себе, даже часто не задумываются, откуда же родом такое растение. Вот это близкое семейство к ордестовым, и у него есть очень интересный такой механизм для пропускания света к своим же листьям на глубину. Листовая пластинка у них практически исчезла, и остались одни жилки. Вот так он красиво цветет. То есть этот листик выглядит буквально как сеточка, вот ботаническая иллюстрация этого растения, что вот это все дырки насквозь, остались от них одни жилки. Вот фотография в аквариуме типичном таком, с рыбами знаменитыми, неонами. Ну, кстати, если делать аквариум такой географический, то есть сажать растения и рыбу в один аквариум из одного региона, то тут, конечно, все неправильно. Ну, это практически в любом аквариуме так, потому что часто мы сажаем в аквариумы вместе растения, которые либо хорошо друг с другом растут, либо просто нравятся и смотрятся красиво. И совершенно не задумываются люди, что эти растения могут быть одни из Южной Азии, другие из Южной Америки. Так вот, это у верантра, как я уже говорил, в Африке живет, а вот эти рыбки неоны родом из Амазонки, то есть из Южной Америки. Ну, конечно, для такой красоты в аквариуме ничто не мешает их вместе поселить. Вот, листья у подводных растений, которые именно под водой живут, становятся либо перистыми, либо вот такими узкими. Это растение и форме, вот здесь она в природе, а это она в аквариуме уже, опять же. Но у нее тоже развита гетерофилия, когда ее стебли вырастают очень длинными, у нее вырастают вот такие вот надводные листья, и вот цветет она тоже только над водой. Кстати, да, так как наши водные растения, про которые мы все говорили сейчас, именно цветковые растения покрыты семенными, все они для цветения нуждаются в воздухе. То есть свои цветоносы они всегда выбрасывают над водой. Вот такие линейные длинные листья у водяного растения в леснерии. Такое растение растет даже вот в низовгих волги, например. Ну, и его очень любят сажать в аквариумах, особенно начинающих уже листьев, потому что оно очень неприхотливое, очень быстро все ей зарастает. Вот этот кадр уже из аквариума с этой лесной листью. Вот пример перистых листьев. Это роголисник, который тоже встречается практически в любом нашем водоеме. А это пузырчатка. У нее листья есть перистые, а есть видоизмененные ловушки для подводных рачков и личинок насекомых. Про эти растения я рассказывал, когда у нас была лекция о хищных растениях. То есть это растение хищное, живет на болотах, где в воде практически нет питательных веществ. И поэтому оно выработало механизмы охоты на разную водную мелочь, которая живет там. То есть рачки, личинки насекомых. Ну и даже мальков, рыб она может маленьких поймать. Вот это ботаническая иллюстрация роголисника. И он, кстати, один из немногих. У кого даже цветочки остаются под водой, они просто полностью не раскрываются. И там внутри происходит самоопыление. Но это такое, скорее, исключение. Ну и цветут они вообще довольно редко, чаще всего размножаются вегетативно. То есть буквально стебли рвутся, получается из одной ветки две. И так он разрастается и распространяется. Это растение тоже из аквариума, фотография. Это вот его листья кабомбы, родственник лютиков. Тоже подводный такой, но родом из Северной Америки. Вот такие вот листья у ладеи. Растение семейства водокрасовое. Ладею еще называют водяной чумой. Дело в том, что научное ее название ладея канадская. И попала она в Европу где-то в 30-е годы 19 века в Ирландию, что ли. Случайно завезли вместе с водой, набранной как балласт в корабль, буквально одну веточку. И попало это все в местную реку, эта веточка. И это растение разрослось. И постепенно стало захватывать все водоемы Европы. Сейчас она встречается практически везде. Например, вот в 30-е годы 19 века его завезли в Ирландию. А потом в 80-е годы уже это растение встречалось в Петербурге, в водах Невы. И сейчас оно распространилось на восток до Байкала примерно. Вот так по всем водоемам встречается. Вот. И ладея относится к семейству водокрасовых, как я сказал. А вот так выглядит сам водокрас, в честь которого семейство назвали. Он похож на такие мини-кувшинки, его листья. Но это плавающее растение. То есть оно не укореняется на дне водоема, а именно висит благодаря своим листьям под поверхностью. Вниз пучок корней таких свешивается, выбрасывает усы, от которых образуются новые такие почки с розетками листьев. И на зиму, вот как тут на стебелечке, они образуют такие зимующие почки. Когда все растение отмирает, эти почки тонут, падают на дно. Я вот летом одну такую почку, вернее не летом, а уже осенью, где-то в конце сентября, нашел на водокрасе такую почку и бросил в аквариум. И где-то месяц назад она проснулась и вырос этот самый водокрас. Правда, у меня его почти весь съели улитки, поэтому даже там показывать нечего стало. Но он прям вырос из этой зимущей почки, подумал, все, зимы нет, можно прорастать. Вот, мы теперь уже поговорим о плавающих на поверхности растениях под конец. Вот, водокрас относится к плавающим, что он не держится за дно, а именно плавает. Вот это знаменитое растение и хорния, водяной гиацинт. Другой вид и хорния мы уже ранее рассматривали. Это вот эти с красивым веером листиков. Но надводные листья, вот видно, что у этого вида и хорния очень похожи на листья водяного гиацинта. Вот, они по хорнию очень похожи. Он, подобно водокрасу, растет вот такими розетками листьев, дает усы, от которых растает новая розетка и так далее. Такими отводками он очень быстро размножается, зарастает весь водоем. Он чаще, гораздо тоже, как многие водные растения, размножается именно вегетативно, то есть не семенами, а частями растения разрастаются. Вот такие характерные поплавки-черешки у него. Очень декоративно выглядят его цветы. Их часто сажают в пруды какие-нибудь на лето, например. Для красоты родом это растение из Южной Америки, из Амазонии. Но человеком случайно и специально было завезено везде, где оно может выжить. То есть по всем тропикам земного шара. Вот так выглядит кустик, вынутый из воды. Он имеет вот такой пучок корней, плавающих в толще воды. И вот в тропических странах, в реках, озерах часто можно видеть вот такую картину, когда водоем полностью зарастает этой хорнией, которая препятствует судоходству. Зарастает весь водоем очень быстро. Вот что даже разные цапли могут ходить по этим зарослям. Например, в Египте, в Ниле, где кругом пустыня, а вот в самой реке это настоящая проблема стала, что очень сильно зарастает и приходится тратить много сил и средств, чтобы выгребать из воды вот эти разросшиеся заросли. Но с другой стороны, если их собирать, можно из них делать удобрения. Уже есть технологии по перерабатыванию вот этой биомассы, зеленой биогаз, так называемый, который можно использовать как топливо. Ну то есть можно приноровиться использовать с пользой вот эти заросли. И, например, у нас даже в Москве есть такие места на очистных сооружениях летом в пруды отстойные, где сточная вода проходит до очистки, сажают на лето вот эту хорнию. Она покрывает весь водоем сверху. Во-первых, она препятствует появлению и выходу из водоема всяких запахов неприятных, как канализация может вонять. Во-вторых, эти растения очень хорошо в себя вбирают тяжелые металлы и некоторые органические соединения. То есть они как такой природный сорбент работают и способствуют до очистки воды. То есть очень такое применение можно найти разнообразным. Ну и, конечно, вот его знают в декоративных прудах заводят, в аквариумах бывает заводят. Но в аквариуме его держать сложнее, ему нужно довольно много места над поверхностью воды, чтобы было так, как оно плавающее. Другой представитель тоже из Амазонки и тоже уже распространившийся по всем водоемам. Это растение называется среди аквариумистов водяной салат, потому что напоминает пучок салата, местиф, научное название пистия. Семейство тоже ароидное, что и белокрыльник, про который мы раньше говорили. Вот так выглядят ее корни под водой, а вот так выглядит ее миниатюрный цветочек. Ну вся вот эта розетка листьев, каждый лист где-то с мою ладонь примерно. То есть они такие довольно большие, пустые. Даже вот здесь видно в центре розетки, где я мышкой показываю, маленький цветочек. Ну вернее, правильно говорить про ароидные, что это соцветие. Это не один цветок, а соцветие. И вот типичная для ароидных покрывавая и в центре крохотную початочку. Ну и совсем под конец знаменитейшее водное растение, которое вырастает даже во временных лужах, разносясь, например, на лапах птиц. Это ряска. Это растение цветковое. Ученые очень долго угадали, спорили, к какому же семейству его отнести. Оно так сильно, все у него редуцировалось, то есть упростилось. У него исчезли стебли, листья. Есть только вот такая вот пластиночка, которая играет роль и стебля, и листа. И снизу торчат несколько корешков. Ну и с каждой пластинки по одному корешку. И это растение цветет, но очень-очень редко. Я, например, один раз только видел цветущую ряску. Это вот другой вид ряски, трехдольная ряска. Тоже у нас встречается такая в водоемах. Если это ряска обычная, ну их тоже не один вид у нас живет, несколько видов. Плавает именно на поверхности. Если верхняя часть вот этого, ну даже не листа, а как это назвать, ну будем говорить листа, вот этой пластинки покрыта кутикулой, то у трехдольной ряски кутикулы на листьях нет, и она растет под самой поверхностью, плавает, но не на поверхности. И вот так вот выглядят цветочки ряски. Вот они буквально под микроскопом увеличены. Они очень крохотные, очень упрощенные. Очень мало что от самих цветков у них осталось. Так вот, когда ученые нашли все-таки цветущую ряску, ее как следует изучили, поняли, что она тоже относится к семейству ароидных. То есть, что и белокрыльник, и водяной салат, про который мы говорили только что. Вот. Ну и под конец хочу сказать, что я про них практически не упомянул, но уже и времени не хватит. Что водными растениями стали вторично не только цветковые, но, например, папоротники водные, тенхи. Вот здесь изображен ключевой мох, который растет именно под водой. Или, ну вот в ручьях он часто встречается, покрывает камни какие-то. Его яванский родственник, острова Ява, например, растет в аквариумах часто. То есть, он стал именно подводным мхом. Мхи, конечно, все любят очень большую влажность, но все-таки они при этом сухопутные, большинство из них. Но некоторые стали водными. Вот это пример тоже водяного мха называется ричи. Относится к мхам печеночникам. Аквариумисты такое растение тоже знают. На юге нашей страны оно растет в водоемах. И вот это интересное растение, это уже водяной папоротник. Он образует такие, ну вот длинный стебель у него. И такие мутовки листьев по три листа. Раз лист, вот тут, так сейчас, вот раз лист, два лист, а третий лист под водой. И вот то, что очень похоже на корешки, свисающие вниз, это на самом деле не корни, а вот так видоизмененный подводный лист. У него тоже такая гетерофилия есть. Корни у этого растения нет вообще. Вот так оно выглядит. Бывает, покрывает все водоемы. Но это более южное растение. Ну вот, опять же, густье волги, например, его найти можно в Астраханской области. Здесь вот он растет вместе с рязкой, водокрасом. У нас этого растения нет. И, например, родственники этого растения тоже водяные папоротники, азолы называются, часто вырастают на рисовых полях, где-нибудь там в Таиланде, например. И иногда люди даже специально туда его заносят, это растение и сажают, потому что оно может, благодаря бактериям синдиотическим, усваивать азот из воздуха и превращать его в нитраты. Это такое главное и ценнейшее удобрение для всех растений. Получается, сажая вот эти плавающие растения на рисовые поля, люди удобряют эти поля вот таким биологическим, естественным способом. Ну, вот все, что я на сегодня хотел рассказать. А теперь, если у нас есть вопросы, самое время их позадавать. Кто хочет что-то спросить, можете поднимать руку, да можете вот даже включать себе звук и спрашивать. Спасибо, все понятно. Понятно, спасибо. Понятно, спасибо. Можно? Спасибо. Да. А вот эти все растения водяные, почему они задыхаются от количества воды? Я, например, посадил лук, он не обрастал, я залил туда много воды и он почему-то умер. Ну, во-первых, да, да, я... Можно ответить на этот вопрос? Что, что? Можно ответить на этот вопрос? Да, можно. Смотри. Во-первых, у них совершенно разная морфология и анатомия. Вот, да, с этого я и хотел начать, что водяные растения, они прямо приспособлены к жизни под водой. Ну, и лук, это вообще такое растение, которое в засушливых, скорее, местах растет, чем вовлажно. Это суккулент, потому что суккуленты, они сохраняют в себе влагу. Например, если ты разрезал стебель лука, это саму луковицу, то ты замечал, что она очень... Сочная. Да, очень сочная. Только это не стебель, а листья. Ну, да, листья, вот. Спасибо. Ну, он там запасает не только воду, но и питательные вещества, вот, на зиму и так далее. Ну, да. Ну, по сути, его можно назвать практически суккулентом, да. Верно. А водяные растения, если их, вот, водяные растения оставить просто в баночке какой-то небольшого объема, многие водяные растения там тоже погибнут из-за того, что именно мало кислорода будет. А вот если сделать, ну, пустить туда шланг от компрессора аквариумного, чтобы там булькали пузырьки, то все будет расти. То есть водным растениям кислород тоже нужен. И, кстати, лук, если ему вот так подать, налить, например, воды половину банки, и чтобы только корни доставали до воды, а если еще и сунуть туда компрессор, чтобы булькал, то он прекрасно будет расти и не загниет. Вот. Так что такие дела. Водяные растения тоже везде подряд расти не могут, а именно в подходящих условиях. Для больших водоемов кислорода в воде всегда достаточно. А уж если это водоем с течением, то есть какая-нибудь речка, то там кислорода довольно много должно содержаться. Так, есть еще какие-то вопросы? Ну, если у нас нет вопросов больше, то, наверное, давай. А почему водяные растения именно под водой, корни их и всякие другие части, которые питают воду? Почему бы им просто на поверхности не брать вот такие, как кувшинки? Плюхнулся сверху вот такой кувшинкой плоской, и потом спокойно маленький корень под кувшинкой. В итоге на боку кувшинки. Ну, такие растения тоже есть. Вот ряска, это примерно это самое и есть. Кувшинки, например, они устроены ближе к своим наземным предкам, которые росли на земле, образуя такое корневище, и над землей торчали листья. А тут постепенно это растение приспособилось жить сначала по берегам. Ну, не это растение, а его предки, по берегам водоемов. Потом оно научилось все глубже и глубже заползать своим корневищем по дну вниз, а листья выбрасывать вверх. Некоторые растения пошли примерно тем путем, как ты и спросил, что они именно отказались от всех органов, от стеблей. Маленький корешок снизу свисает, а сверху листик. Вот это ряска и получается. Ряска – это именно очень сильно специализированное и видоизмененное, и упрощенное растение именно из-за водного образа жизни. А так разнообразие всяких, конечно, форм и листьев, и размеров, и строения стеблей, и корневищ и так далее у водных растений наблюдается. Еще эволюционно получается. Какие-то растения давным-давно стали водяными, и сильно видоизменились именно подводный образ жизни. Какие-то относительно недавно. Некоторые из них такой земноводный образ жизни ведут, что могут у воды и в воде расти, а некоторые только в воде. И все это сказывается на их строении. Ясно, спасибо. У меня есть еще один вопрос, два. Да, давай. Я знаю, что какое-то есть такое растение, которое сначала маленькой почкой растет во время зимы где-то на речке, потом образует гигантскую пушку и потом летом вышвыривается, постреляет, и так может лететь много-много метров. То есть не просто пик на другую метр или на берег, а прям много растения-путешественник какой-то. Да, ведь есть такой? Так, который прям из воды выстреливает, чтобы оно вылетало прям в воздух и взлетало? Да, да, да. Нет, такого нет. Есть, которые образуют разные зимующие почки, как про водокрас я рассказывал, что они тонут, а весной всплывают. Иногда могут быстро довольно всплывать, что в них накапливаются пузырьки воздуха буквально, и они могут лежать зарытые где-нибудь в углу, а потом буквально выстреливают, но они выстреливают буквально до поверхности, всплывают, и все. А вот так, чтобы прям гулять, как пушка из-под воды, такого нет. И еще то, что ты говоришь по описанию, именно в второй части, это больше всего бкурно-бешеный огурец. Вот, я тоже хотел сказать. И он часто растет у водоемов по берегам, но не под водой, никакие незимущие почки. Это именно плоды, в которых скапливается давление жидкости, и где этот плод к водоножке прикрепляется, там слабое такое крепление, когда давление достигает критического уровня, просто как пробку ушибает, и семена разбрызгиваются. Спасибо. Мне интересен еще один вопрос. Я знаю, есть такое какое-то растение... Сейчас опять какое-нибудь мифическое было, да? Не, я слышала о нем, я читала о нем. Ну-ну. Растение, которое, кажется, маленький росточек, рядом с деревом растет, да? Кот растет, и потихотку начинает вокруг дерева, с каждым вырастанием все больше мощнее в него впиваясь. И какие-то штуки есть, которые прям вламывают кору, там выделяется сок, чтобы спасти это и залепить, и в это время это растение просто выпивает это. Какое-то там гигантское растение такое, оно может даже до пальмы долезть. Есть. Мы про это будем рассказывать, когда про разные... Будет лекция у нас про разные образы жизни, необычные среди растений, и про растения паразитов будем рассказывать. И об этом тоже там поговорим. Сейчас я даже это пока ждать не буду. Ладно? Спасибо. Он большая часть селян к этим относится, потому что у них это придаточные корни образуются, и это... Ну да, леаны, во-первых, не все, конечно, с помощью корней карабкаются, но те, которые образуют корни придаточные, они просто цепляются за неровности коры обычно. Но есть растения и паразиты, которые ведут себя примерно, как вот сейчас нам описали. Вот, так что про это мы поговорим, так как у нас про такие всякие штуки как раз лекция запланирована. Вот, а следующая лекция будет о разных жизненных формах растений. Уважаемые слушатели, есть ли у вас еще вопросы? Да. Да. Если есть, то сразу задавайте, потому что время наше идет, лучше мы про все побеседуем. Так что, есть, да? Да, у меня есть вопрос. Я знаю о каком-то растении, которое, кажется, растет под водой, и оно морское, такие трубки, что ли, какой-то, такое рыжее, что ли, и оно берет каких-то рыб и очень быстро, прям закрывает, как рот акула. Не просто долго, как обычно растения, растут по часу, по летам, по годам, а прям, где-то... Туда могут залезать только рыбы и клоуны какие-то такие. А, ты имеешь в виду этих ахтиний? Это не растения, это... Животные, да. Это кишечно-колостные, родственники кораллов. Вот меня выручило, а то я долго бы гадал, что же это за растение. А это действительно не растение, а совсем даже животное. Когда-нибудь про кишечную полостную делать, тоже легче в жизни животных. Нет, просто по описанию очень похоже на пузырчатку, когда он сказал про рыбку, у меня сразу все сомнения отмели. Я сначала что-то такое представлял. Вот пузырчатку, которую я сегодня показывал, она именно, у нее клапан там такой срабатывает, именно молниеносно засасывает в каком-то врачка, малька, рыбки. Но ее жертвы буквально считанные миллиметры размером. И не морские, конечно. Все вот эти растения, о которых я говорил, кстати, это все пресноводные. А именно в которой в соленой воде могут жить высшие растения, их очень мало. Но есть, например, застера, такая морская трава, она чем-то внешне на волеснерию похожа. Ну, что просто такие длинные, линейные листья под водой. Ну, мандры, они, конечно, живут не совсем в воде, а, скажем так, по колену в воде. Но их водяными даже считать не стоит. И они такие прибрежные. У меня есть еще один вопрос. Я знаю, какое-то такое растение есть, оно может, кажется... Так что, ну, может, я забыл чуть-чуть... Да, оно может. Есть такое растение, оно как-то связано... Так, с чем? Кажется, с растением, которое может даже высасывать из обычных стеблей растения. Как же... Ну, есть растения, паразиты, да, да, есть. Большие растения, они даже некоторые из них живут у нас. У нас же только два вида, и я, честно сказать, забыла, как они называются. Ну, а где у нас? Прямо у нас... А, вот здесь, да? Да, в России. Ну, у нас, на самом деле, на юге России, где-нибудь в Краснодарском крае еще знаменитое растение амела растет, которое прямо на деревьях растет, и оно вечно зеленое, такие шапки зеленые образуют. Ну, мы про это все будем говорить, именно когда про паразитов будем рассказывать. То есть, когда у меня будет лекция о необычных способах питания растений, там про все это поговорим. Нет, я буду обязательно, прям, обязательно поговорить про осянку, про непентос, про венерную мухоловку, про... Ну, знаешь, про это у нас уже была лекция про хищные растения отдельно, и я, если это упомяну, то только кратко. Может быть, когда-нибудь мы это повторим, ну, вот у нас сейчас жизнь растений-2 началась, да, а до этого была жизнь растений-1, и она началась именно с лекции о хищных растениях. Как я мог такую попастись? Ну, да, вот жалко, да, что не было там тебя, я... Я и я. Всех, кого не было, жалко, да. Александр, а можно еще вопрос? Да. Вот, по сегодняшней, а вообще по общей классификации. Сейчас водоросли относят... Ну, в общем, какая сейчас классификация более такая принятая по царству? Да. Тактисты было царство, а общая ботаника вот в школе, она сейчас идет как водоросли, это низшие растения. И вот мне не очень понятно, как сейчас подъявляется научная... Так, сейчас я вам скажу несколько вещей на этот счет. Во-первых, сейчас очень сильно в плане классификации, что к чему относятся, такие встряски идут, изменения очень большие. Каждый год выходят новые статьи, что даже вот сейчас бесполезный учебник какой-то с системой какой-то писать. Во-первых, этих систем сейчас существует множество, и у них разные сторонники. Есть там наиболее популярные. Но в целом система такая, да, раньше все водоросли считали низшими растениями. Да. Даже такой термин и сейчас применяют, но именно условно, как сборная группа, что вот все, что не высшие растения, не сосудистые, все вызывают низшими растениями. Вот. Но по сути это уже не царство растений совсем. Мало того, водоросли – это не одно царство, а там несколько царств. И причем это все, в общем, стало известно именно благодаря молекулярным исследованиям, генетическим и так далее. И, например, такое царство есть хромисты. В нем есть существа одноклеточные, похожие на анек, например. Уплопротист. Протисты – это тоже сборная группа сейчас. Ну, в общем, протист уже как таковых сейчас в принципе не существует, потому что их разобрали тоже по разным царствам. Вот, например, такое царство эти хромисты называется. И там есть и одноклеточные существа, ползающие, ведущие себя как простейшие. И есть, например, бурые водоросли, которые совершенно не одноклеточные, вырастают там до 20 метров, но другие водоросли относятся к другим царствам. То есть их вот несколько. Я их всех сейчас даже не назову, потому что подробно не вникал. Я как-то попытался и сравнить разные системы, но в итоге у меня аж голова заболела от этого. Но суть в том, что сейчас сам термин низшие растения устарел, и он может применяться только как вот такой обобщающий, что там подразумевается, что это не родственники вместе собраны, а просто как бы исторически так сложилось. А вот когда в учебники это все обновленное попадет, я думаю, еще не очень скоро, потому что если сейчас внести какую-нибудь систематику этого учебника, она может через несколько лет опять перевернуться с ног на голову. То есть вот так. Ну да, потому что сейчас... Очень бурно исследуют это все, да. И вот каждый год новые открытия в этом плане. И вот новые царства, и новые семейства, и новые роды там то объединяют, то разъединяют и так далее. Но это по генетическим именно сейчас... Да, да, то есть это все правильно, конечно, что происходит, но есть такая тенденция, еще есть такие люди-кладисты, которые кладистикой занимаются, они просто вот как такие вот строго взяли, вот по генам смотрим и все. Но мне кажется, к этому все сводить нельзя, морфология и так далее, как по старинке, скажем так, все-таки тоже должна иметь вес. Но тут тоже всегда была сложность для разных систематиков, разные признаки считались более такими весомыми. Это уже как бы человеческий фактор. А вот эти кладисты говорят, что вот только молекулярное строение должно все подтверждать. Есть вопрос? Спасибо. Пожалуйста. Да. Я знаю, я слышал, есть такое растение, мне говорил тоже какой-то лектор, точно не помню, это было давно, я запомнил. Есть какие-то губки в реке, которые отмывают воду. Есть в океане какая-то раковина с каким-то, кажется, существом, тоже отмывающая воду, забирающая в себя вот эту... Здесь мы перешли из ботаники в зоологию. О, да, это форминиферы, что ли? Нет. Нет, вообще-то есть такое прям... Это растение, это растение губка одна. Это губка, которая прочесывает сквозь себя воду, забирая себе еду. Губка – это животное. Это одно из самых примитивных многоклеточных животных. И есть даже вот в Москве реке эти пресноводные губки, которые называются бодяга, и они действительно постоянно через себя прокачивают воду, но очистить они ее от загрязнений не могут, они очистить ее могут от всяких там бактерий, одноклеточных существ, которыми питаются. А вот загрязнение ее могут легко убить, потому что она только в чистой воде может жить. А то, что в море раковины, так это почти все двустворчатые моллюски так питаются, что они пропускают через себя воду, у них такой сифон, две трубки, одна воду засасывает, вторая выплевывает обратно. И там внутри оседает как раз всякая одноклеточная живность тоже, которой эти моллюски питаются. А это так, видите, что перебивают на митчем, это именно из-за этого, что одна песчинка попадает в этого, в одного из двухстворчатых, и потом происходит жемчужина. Попадает песчинка не в сифон, а между раковиной и мантией, которая выстирает изнутри всю раковину. Ну, просто попадает соринка. Вот примерно как нам в глаз бы попало под веком, так же у них есть под раковиной мантия такая. Ну, собственно, мантия эту раковину, моллюску и выращивает, выделяет кальций. И она начинает выделять на эту песчинку кальций, она им зарастает, и получается перламутровая такая штуковина, которую называют жемчужиной. Александр, эти бодяги, они жрут планарий? Нет, они фильтруют именно совсем микроскопическую живность, не крупнее инфузоричей. Я тоже была, обрадовалась, просто у нас есть несколько аквариумов, в том числе аквариумов с креветками. Мне регулярно заводятся планарии. Мне приходится отладывать всех креветок, делать им карантин. Ну, а что, так плохо эти планарии на них влияют? Нет, просто планарии они живут, они съедатся внутри креветок. Маленьких, да? Ну, и маленьких, и больших. И на больших нападают? Да. А кто их ест? Есть всякие рыбы, которые их едят, но они и креветок съедят, конечно. У меня есть дома семья цихлазон, которые отмерестились. У них тоже в аквариуме были планарии. Но буквально через две недели их эти мелкие цихлазоны, они всех сошли. А, именно мальки, да? Да. Ну, вот всякие макроподы, например, едят тоже этих планарий, но они и улиток съедят, правда. Ну, да. Я знаю, что... Нет, не автодонты, а... Вопрос? Да. Давайте вот последний вопрос. На сегодня будем уже закругляться, потому что у нас уже время вышло. Так что давай. Пожалуйста. Дело в том, что я удивляюсь, как растения двигаются. Например, шишка закрыта в волосе елки, да? Да. И баба на батарее, у меня сейчас есть две штуки как раз. Это на самом деле из-за высыхания. То есть форму им шишки придавала влага, содержащаяся внутри, а когда она испаряется, то деформируются клетки, из которых состоит шишка, и она вот так растопыривается, раскрывается. Это специально так природа сделана, что сочная влажная шишка еще не зрелая, и плотно прижаты чешуйки. Когда она созревает, она высыхает, и чешуйки раскрываются, давая семенам выпасть наружу. Александр, он имеет в виду другую отерсенцию. Он имеет в виду то, что если, допустим, ты намочишь шишку елки, то она сожмется. Сожмется, да. Но я и говорю, что это все из-за влаги. И обратный процесс, конечно, тоже имеет место. Намочить ее, она опять закроется, скажем так. И она живет? То есть она станет живой? Нет, нет, она мертвая, но вот эти клетки, из которых состоит шишка, там волокна эти, они вот эти свойства сохраняют, если напитают. То есть она может воскресать из мертвых шишка? Нет. Да нет, она не живая уже давно, мертвая. Но именно строение этих клеток, уже мертвых, одревесневших, такое, что когда они напитываются влагой, они изменяют форму. И, собственно, чешуйки поэтому вот так и сгибаются. Вот и все. А можно ли продлить шишки, чтобы из нее начали появляться ростки всякие? Из шишки-то нет, но вот в ней семена, если собрать, то из них появятся ростки. У меня есть еще один вопрос. Давай, но уже теперь самый последний. Хорошо. А потом в следующей лекции еще позадаешь вопросов тогда. Так вот, растение, вот, допустим, кактус, да? Ну, нет, не кактус, а ромашка. Во, более подходящий. Она растет, да? Она сначала делает росточек, у которого там вверх шапочка такая зеленая, да, закрытая. Потом он все больше и больше. Потом там, как это делает? Как он вверх-вверх-вверх? Как проламывает семена? Как проламывает бетон? И еще, почему? Как он вытаскивает из себя вот эту штуку для боковых всяких штук? Также есть еще такие клапаны, дырки. Обязательно должны создаться, чтобы там выросла вот такая штуковина с цветком. А еще, они должны подчиниться, как рана у человека. Их поломали ствол, в дырку небольшую сделали. Не просто поломали, а дырочку выставили в плен. Вот этой росточка маленького, зелененького. Он ведь должен возродиться? Снова вырасти там? Или он не зашьется? Дорогие друзья. Это очень, да, надолго вопрос. Это нужно прям уже рассказывать, как растет растение, в каком месте у него клетки делятся там и так далее. То есть оно не может расти в любом направлении. Это строгим правилам в рост растения подчиняется. Но асфальт, например, взломать, это несложно. Если не спеша прилагать усилия, вот так распрямляться, расти в эту сторону, он сам растрескается. Всякие грибы, шампиньоны, которые вроде как мягкие, тоже легко асфальт продырявливают. Но это, конечно, такое удивительное явление, когда смотришь на такое, думаешь, вот какая жизнь мощная штука. А растения могут пробить блок железа огромный? Нет, нет. А что они сделают, чтобы выбросить? Уважаемые слушатели, у нас уже был последний вопрос. Да, да. Последний вопрос растянулся на три дополнительных. Да. Я предлагаю сохранить свои вопросы на следующей лекции. Да, вы можете вот пойти себе где-то. Хорошо. Спасибо. Только не забудьте его, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, я попробую, ты тоже не забудь тогда. Постараюсь. Ну, все. Спасибо за лекцию, было очень интересно. Александр, спасибо большое. Когда следующая лекция? Много-много растений надо будет. Когда следующая лекция будет? Ну, вот по пятницам у нас жизнь растений, а по средам жизнь животных. Я запишусь на жизнь животных. Ну, давай, конечно. Мне это будет интересно, если это можно. Спасибо. Вот у нас в эту среду было про кошачьих, там, в следующую среду будет про совы. О, много кошачьих. Я знаю многих сов всяких. Все, все. Уважаемые слушатели. До свидания, Александр. До свидания. Наше сегодняшнее занятие такое прекрасное. Спасибо, спасибо, спасибо. Самая крутая штука в лекции. Вам просто спасибо. Завершено. Вопросы интересные. Спасибо. Вопросы.